Это восьмой кадетский класс школы номер 18. В нем учится 26 человек, 21 мальчик и 5 девочек. Ребята стали кадетами в пятом классе и с тех пор продолжают осваивать навыки военного дела. Кадеты – гордость школы, постоянно участвуют в различных соревнованиях, например, в Зорнице. В прошлом году победили в городских соревнованиях, участвовали в областных и даже в международных. Успехи даются тяжело, почти каждый день тренируются, занимаются военной, спортивной, строевой подготовкой. Софья Радыгина решила вступить в ряды кадетов еще в четвертом классе. Теперь умеет разбирать, собирать автомат, знает историю кадетского движения и рассказывает ее ученикам младших классов. На собрании родителям рассказали, что будет набор в кадетский класс. Я сразу же заинтересовалась этим, потому что у меня тетя училась в первом кадетском классе, и мне показалось это очень интересным, что дисциплина, я научусь чему-то новому. А потом еще в процессе обучения я поняла, что хочу связать свою жизнь, я хочу поступить в университет Министерства внутренних дел. Летом кадеты ездят в лагерь, где еще больше времени уделяют военной подготовке, в частности комплексно-силовым упражнениям, благодаря чему становятся выносливыми и сильными. Многие готовятся к службе в вооруженных силах Российской Федерации. Каждый год едем в лагерь, и вот благодаря лагерю я стал более сильным, потому что мы каждое утро вставали, бегали, занимались спортом, отжимались, потягивались. Елена Пологова является классным руководителем кадетского класса. Это уже второй кадетский класс в ее профессиональной карьере. Занимается с детьми творчеством, учит их петь. Кстати, делают они это неплохо. Звезды, мы надеемся на меня, и зря нас надеется страна, Звезды, мы надеемся на нам. Этот класс, он особен в том, что они очень дружные, и они все занимаются спортом. Они ходят в бассейн, они ходят на бокс, причем их очень много ходит на бокс. Они очень любят заниматься на турниках. Вот у нас возле школы есть турники, и они как только, да даже зимой, выходят после уроков и на турниках занимаются. За военную подготовку отвечает наставник кадетского класса Евгений Добрынин. Он и сам в прошлом кадет. Признается, что знания, полученные в школе, помогли в военной службе, которую проходил в воздушно-десантных войсках. После армии принял решение обучать кадетов. Ребята занимаются в течение дня с утра, как остальные школьники. Но во второй половине дня занимаемся по основам военного дела, по программе, разработанной специально для кадетских классов. Занимаем основные у нас направления деятельности, конечно, островая подготовка, огневая подготовка, военно-медицинская подготовка, тактическая, военные истории ребята изучают. И, конечно, показывают на сегодняшний день уже восьмиклассники, показывают достаточно хорошие результаты, являются хорошими помощниками здесь в воспитании. Следующего поколения кадет мы в этом году набираем. Набрали уже класс очередной, шестой. И предстоит им присягу принять 17 февраля. Кадеты восьмого класса занимаются с учениками младшего кадетского класса. В конце февраля им предстоит принять присягу. Старшие готовят их к этому. Скоро они также в школу будут ходить в кадетской форме. А значит, традиции кадетского движения продолжаются. Игорь Соколов, Константин Миронов. Новости. Твой день. Продолжение следует...